Здравствуйте, дорогие друзья! На этой неделе мы с вами изучаем про последние три казни, которые были в Египте, казнь саранчи, тьмы и смерти первенцев. Про тьму сказано очень интересно, что человек не видел своего друга. Человек не мог встать три дня. Мы знаем, что тьма, которая была в Египте, это не тьма, которая у нас есть сегодня. Сегодняшняя тьма – это результат того, что нет света. Тьма, которая была в Египте, была совсем другим специальным творением, и она не давала человеку даже двигаться. Мало того, что написано, что я не мог видеть своего друга, человек не видел своего товарища, он не мог даже двигаться, не мог встать, дословно говорит нам Тора, потому что тьма, она была такая, которая сдерживала твои даже движения. Вот такую удивительную казнь сделал Всевышний в Египте. Говорят нам наши мудрецы, что здесь есть очень важная аллегория. Когда ты не видишь своего товарища, когда ему тяжело, и ему нужна помощь, у тебя не будет, ты не сможешь встать, у тебя не будет никакого подъема, у тебя не будет никакого успеха. Говорит нам Тора в этом стихе, что когда мы закрываем глаза на нужды бедняков, на нужды больных, когда мы не молимся за больного, мы ему не помогаем, когда мы не видим нашего товарища, когда он в нас нуждается, и мы можем как-то ему помочь, улыбнуться, поддержать, но мы закрываем наши глаза. Не сможешь ты встать, не будет у тебя никакого роста и успеха, потому что все в этом мире мера за меру. Ты помогаешь другому, Всевышний помогает тебе, и у тебя есть рост во всех сферах твоей жизни. Когда человек закрывает глаза на нужды другого, ты не сможешь подняться, потому что у тебя нет заслуги, и Бог наоборот мера за меру тебя накажет. Ты закрываешь глаза, когда можешь помочь, Бог тебе помогать не будет. Вот такой вот важный урок мы можем с вами выучить из этой казни тьмы, что мы обязаны и должны помогать другому, потому что от этого будет нам хорошо. Я слышал от одного очень известного мецената, он сказал, что я помогаю другим, потому что я эгоист. Помогая другим, мы помогаем самим себе.